К другим темам. Очередная встреча жителей с главой округа прошла в Малаховке. Традиционно Владимир Ружицкий совместно с представителями администрации и руководителями структурных подразделений ответил на вопросы люберчан. Главные темы – работа управляющих компаний, захват территорий, экология, отсутствие бань и транспортные проблемы. Всегда после зимы мы должны территорию привести в порядок. Мы сейчас к этому готовимся, потому что, вы понимаете, сейчас снег сойдет и все, что накопилось за зиму на наших территориях, это надо очень быстро убрать. Поэтому ставим задачу в течение двух недель, ну не более трех, мы должны навести на территории порядок. С краткого доклада о грядущем благоустройстве округа начал мероприятие Владимир Ружицкий. Так, для того, чтобы Люберецкий край вновь расцвел, весной на территории муниципалитета пройдет большая работа. Это и масштабные субботники, и высадка цветов, и общеобластная акция по высадке деревьев Лес Победы. Однако жителей улицы Воровского сильнее волнует благоустройство не в целом Люберец, а именно их двора. Уже 12 лет там царит беспорядок. В 2006 году во дворе нашего дома мусорная свалка. В конце прошлого года у нас стали класть асфальт во дворе дома. Мы обрадовались, думали, какая красота, но что-то началось. То, что положили, это не асфальт. Верите, воды по колено. Во двор войти нельзя. Значит, сегодня эта тема поручается Хромцову Владимиру Борисовичу. Привстань, пожалуйста. После этой встречи я попрошу вас, подойди к нему, обменяйтесь мобильными телефонами, Владимир Борисович. Снег сходит и решите эту тему. Другой, не менее важный для малаховцев вопрос – отсутствие общественных бань в поселке. Жители уже не первый год просят открыть подобные объекты. Однако, по словам представителей власти, пока предприниматели неохотно берутся за это дело. Да и вообще, тема гигиены и здоровья для этих люберчан стоит особенно остро. Другие пожаловались на ужасное качество воды дома. В пол Малаховки идет вода нормальная, белая. Вот со стороны как раз, где Красковское шоссе, там нет, тоже желтая. И половина совершенно желтая вода. МОЗ «Водогонал» не работает, но берут деньги со всех. В связи с тем, что станция построена очень давно, очистки там действительно не было предусмотрено, сегодня этому вниманию уделяется очень большое внимание со стороны администрации округа, со стороны правительства. И первым делом, что сделано, это выделены средства после долгих встреч Владимира Петровича на реконструкцию 12-й станции. А жители домов, обслуживанием которых занимается новая управляющая компания, недовольны в целом их работой. Не чищен снег, затоплены подвалы. На ЖЭУ-сервис поступила масса нареканий. Вы очень хорошо сегодня заметили, что действительно управляющую компанию нужно поменять, потому что лично я собрал заявление почти со всей Малаховки и отвез в приемную президента Российской Федерации. На встречу в Малаховке пришли не только жители поселка, но и те, кого волнует будущее города Люберцы. По их словам, застройщик новых высоток в микрорайоне 35Ж захватил чужую придомовую территорию. К тому же оставил маленький проезд, где сложно проехать пожарным машинам и каретам скорой помощи. Вопрос рассматривался о том, что будет просто перенос детской площадки. Мы все сказали, что мы против переноса детской площадки. Но в итоге оказалось, что наше мнение, опять же, никого не интересует. Это территория Ареала, и они собираются там строить парковку и также ставить трансформаторную будку. Этот вопрос глава поручил вынести на рассмотрение общественной палаты городского округа Люберцы. На общем собрании тему обсудят застройщик, представители администрации и жители микрорайона. Анна Троян, Александр Богданов и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.